И снова здравствуйте! Завтра 17 февраля, ну что очевидно, это день студенческих отрядов России. У нас есть гости, которые нам подробно расскажут про движение и, может быть, сагентируют нас поучаствовать в этом. Итак, Юрий Петрович Колосов и представители современного движения Эльвира Новикова и Булат Гарипов. Здравствуйте, доброе утро! Здравствуйте! Ну, Юрий Петрович, начнем с вас. В 80-е годы вы были комиссаром. Комиссаром отряда, это как называется? Комиссаром отряда студенческого? Комиссаром областного студенческого строительного отряда. Да, вы давайте, что это было? Ваши функции каковы были? И что это был за отряд? Да, и что это был за отряд? Это был республиканский отряд, порядка 15 тысяч человек. Ничего себе! Это большой отряд, республиканский. Ну, а я, если коснуться истории, то с 70-го года по 74-й был бойцом и командиром студенческого строительного отряда. А комиссар, это уже повышение получилось, да? Пошли на повышение. Да, а комиссар областного отряда, это уже как повышение. Но чтобы стать комиссаром такого республиканского, областного масштаба, надо пройти вот все боец, комиссар линейного отряда. Ну, как звание, скажем так, военное звание. Как военное. Это полувоенная, можно сказать, строительная организация. Как полковник. Да, это областной штаб, как полковник. Сейчас сохраняется такая же структура? Ну, в принципе, да, такая же структура сохранилась. Они, те традиции, которые были заложены вот в 60-80-е годы, сейчас это все сохранилось. И мы вот как ветераны студенческих отрядов очень довольны, что это движение и название сохранилось. Если мы не ошибаемся, ваш отряд назывался «Колос». Это как-то связано с вашей фамилией. «Колосов». Ну, то есть вы действительно авторитет были. Ну, так вот на общем собрании линейного отряда коллектив принял такое решение. Ну, так, значит, так. Поэтому... Вы скромно не отказались вообще. Я не отказался, но это накладывало на меня ответственность. Значит, поскольку от наименования отряда и фамилии созвучны, поэтому надо и работать хорошо, и петь хорошо, и трудиться хорошо. Вот так оно и случилось. Мы знаем, что вы в погранвойсках служили. Да, я в пограничных войсках. Ну, как-то вот помогло вам, вот как раз вот в этой боевой работе, скажем? Ну, командирские качества, вот в отряде, в стройотряде и как я служил на границе. Я там был и старший сержант, замполит, помощник по политической части заставы пограничной. И командирские качества... Опыт был уже. Да, опыт, да, помогли. У меня там было тоже 25-30 человек, но отряд тоже количество строительный. Как раз это вот очень много. А что строили? Большие какие-то проекты, самые известные. В чем участвовали? Ну, вот, ну, если в качестве линейного отряда мы строили в Актанышевском районе больницу. Затем в Маслёмовском районе мы строили сельхозобъекты. А вот в 73-м году он запомнился наиболее, так сказать, мне как командиру и как руководителю. Это мы строили дом культуры. Закладывали фундамент. Вот по итогам этой стройки, как говорится, фундамент превратился в фундамент наших душ. Об этом писали и газеты комсомолисты татарии в то время. И наш отряд был признан лучшим отрядом. Ну, и поэтому меня повысили. Да, а вот дружба сохранилась. Потому что говорят, что вот эта дружба в стройотрядах, она долгие-долгие годы встречается. Потому что в стройотряде, это, ну, конечно, естественно, трудовые показатели. Но песни, любовь, романтика. И вот создать такую атмосферу, как командиру, комиссару, вот, и тогда все задачи выполнимы. Ну, и денежки тоже, да? Ну, понятно. Хорошо, сейчас мы молодежи узнаем и по поводу денег, и по поводу... Любви. Любви, да. Ну, они пока молодые, наверняка, говорить не будут. Илья Булат, рассказывайте, как вы оказались в стройотряде, потому что не все сейчас знают о том, что такое есть движение. Ну, на самом деле, мы, будучи студентами, попали каждый в свой отряд. Я являюсь командиром педагогического отряда, и сама я по образованию тоже педагог. Поэтому для меня отряды – это очень хорошая практика в работе с детьми, в общении с детьми. Мы ежегодно вывозим более 200 бойцов в детский оздоровительный лагерь «Энергетик», который находится в городе-курорте Анапа. Там мы работаем на протяжении всего лета, но по возвращении из лагеря наша работа активно продолжается и здесь. Наш отряд взаимодействует с детьми также в Казани, в Татарстане. Мы проводим для ребят различные мероприятия, благотворительные мероприятия, интерактивы. Для нас это интересно, и поэтому отряды дают нам не только возможность попрактиковать себя, но и положительные эмоции, конечно же, впечатления, дружбу, ну и, как уже говорилось, ранее, любовь. Отлично. Булат, делитесь тоже. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся строительными такими общими работами. В этом году мы ездили в Калининград, участвовали в межрегиональной студенческой стройке. И наш студенческий строительный отряд «Монолит» занял первое место по совокупности показателей. И мы привезли знамя стройки в Татарстан. Об отрядах я узнал на первом курсе, просто решил сходить на собрание и не пожалел. Я сейчас доволен всем, что у меня есть и что я получил за эти годы в отрядах. Это очень хороший, ценный опыт. Опыт. И не только опыт, но ведь сейчас есть такая проблема, студенты не могут трудоустроиться после обучения в университете. Строиотряды как-то помогают в реализации своих профессиональных карьерных желаний? Конечно же, безусловно, помогают. Более 10 тысяч студентов каждое лето у нас трудоустраиваются на летний период, а затем кто-то, может быть, остается в дальнейшем на этих же местах. Поэтому это очень хороший опыт для нас и возможность дальнейшего трудоустройства, конечно. Ну, может быть, тогда сразу уже поговорим о том, если кто-то действительно вот сейчас смотрит нас, ребята, если они заинтересовались... Куда идти? Да, куда обратиться? Можно обратиться в региональный штаб или в любой штаб вуза. То есть почти в каждом вузе города Казани есть штаб студенческих отрядов. Можно туда обратиться, и вы, конечно же, попадете в отряд. Ежегодно мы тоже проводим школу вожатых, куда могут прийти любые желающие ребята, студенты. Это не обязательно должны быть педагоги, мы всему учим сами. Школа вожатых у нас обычно начинается в марте, поэтому всех студентов мы ждем с радостью, и там можем научить, и в дальнейшем отправить вместе с нами в лагерь. Поэтому все это просто, главное было бы желание. Ага, отлично. Ну что ж, сагитировали? Сагитировали, да, остается только, наверное, поздравить вас с вашим, с наступающим праздником, и профессиональным, я бы сказала, уже теперь. Профессиональным праздником и всяческих пожеланий успешного развития всего движения. В этом году еще 55 лет студенческим. В юбилейный год. В юбилейный год, да. Помимо того, что завтра будет праздник, и еще 55 лет в октябре-ноябре будем справляться. Это большое праздник. Да, будем надеяться, что молодежь найдет себя с помощью трудовых отрядов. Удачи вам, спасибо большое, делайте отличное дело, продолжайте в том же духе. Спасибо. Если сегодня кому-то не нужно быть трудовым работником, кто-то сегодня может отдохнуть дома, тогда оставайтесь на ТНВ целый день, будет много всего интересного.